Начинаем. Итак, следующий доклад — это обзор архитектурных решений. Что это такое? Я просто выбрал несколько решений, которые... Я просто выбрал несколько решений, которые мне показались интересными. А так не слишком фонит? Нормально, да? И просто о них расскажу. Их можно использовать либо в фреймворках, которые их представляют, либо можно просто выдрать идею и как-то ее реиспользовать. Они в основном будут касаться интеракциями с клиентами и сервисом и реактивности. Ну, с чего начнем? Наверное, с примера. Что сейчас в мейнстреем? Ну, у нас, наверное, какой-то сенатор-лайк фреймворк. Сенатор-лайк, знаете, что это такое? Нет? Сенатор — это Rails-лайк фреймворк на Рубе, да? В которой есть красивый язык для DSL, для раутингов. И вот практически весь мейнстреем аппликейшн — это вот как бы сенатор-лайк. Вот посмотрели, как кровь сделала на сенаторе и начали делать. То есть сначала, точнее, посмотрели, как кровь в Rubin Rails, начали делать клоны Руби. Потом посмотрели, как кровь в сенаторе и начали делать клоны сенатора. В сервере у нас обычно какой-то REST и на клиенте обработка с полностью MBC. Вчера это был Backpon, сегодня это скорее всего Angular, завтра будет React, JS и что-то. Что после завтра мы не знаем, но мы приближаем этот день, как можем, чтобы узнать. Итак, пример. Давайте посмотрим, что-то как бы совсем не мейнстримное. Левое-левое, ну например, шине. Это язык R. Ну вот я покажу простой примерчик, сейчас. Тут что-то с интернетом, правда. Вот мы, ну это какой-то аналог Hello Word, просто меняем оковщик и тут рисуется график. Как вы думаете, сколько строчек занимает вот все это приложение? Тридцать. Тридцать, да? Больше, меньше. Вот. Ну давайте посмотрим. Сервер занимает восемь строчек, а весь UI — двенадцать. Вот. Ну да, всего двадцать. Вот UI, да? Это DSL на R, который генерирует HTML. И в котором есть дефолтная конфигурация, основанная на Twitter Bootstrap, которая в большинстве случаев хорошая, нормальная, да? И мы видим здесь только панели и симметрическое описание конфлектов. И, как правило, этого хватает. Вот сам сервер. Мы видим здесь одну функцию, которая не обрабатывает события, а просто задает соотношение между клиентом и между входом и выходом. Такой подход называется реактивностью как раз. То есть мы не обрабатываем о том, что нам пришел запрос, мы обработали или прочее. Просто говорим о том, что вот если у нас на входе регион, так, то на выходе у нас вот такой, ну, плот — это типа вот такой график. Вот. Все. Никакого low-level программинга нет. Ну, вот такой интересный подход. Что отсюда можно как бы вытащить? Первое — DSL для HTML. Они могут быть очень полезными в своих каких-то новостях. Ну, на самом деле, реально, то мы используем DSL часто. На примерском CSS уже никто вообще не пишет, да? Это где-то какой-то LAS или SaaS. Второе — это реактивность. И третье — это WebSocket-транспорт. То есть общается клиент и сервер через WebSocket. И понятно, что она такое, как бы, компактное и простое, потому что разрабатывал специально для визуализации данных. Когда у нас визуализация, ну, если бы делали ящичное назначение, то пришлось бы его больше настраивать. Поэтому как бы решение вертикальной проблемы может привести к очень хорошему решению, просто потому что мы решаем вертикальную проблему, а не все проблемы сразу. Ну, говоря о прошении, еще хотелось бы вспомнить закон Conway о том, что организационная структура предприятий, которые делают софт, и сама структура софта получается очень похожа. Ну, если это из-за того, что и там, и там есть стрелочки, квадратики, вот, просто люди строят, как бы, разные компоненты командами, да, команды, средства структуры организации. Вот, и, соответственно, шины — это, как бы, результат того, что появились в организациях команды, которые занимаются дата-анализом, вот, и которые там спокойно, без программистов хотят что-то сделать. Хорошо, поехали дальше. Ну, давайте тогда пойдем в другую сторону и сделаем что-то максимально-эффициально-энтерпрайзное. Ну, например, Java, да? Ну, G2E мы брать не будем, как бы, вот, но вот сейчас на Java пишут обычно там Drop Wizard или Spring. Ну, как выглядит кусочек кода на Java? Ну, с аэроцентрик, да, обычно у нас на Java пишут только API. Ну, давайте вот посмотрим этот кусочек. Вот, ну, у нас есть шесть аннотаций, вот, которые соответствуют трем разным фреймворкам. И что здесь, как бы, тоже интересного? Первое — раутинг. Раутинг, он размазан по всему коду и прописан аннотациями. Это, на самом деле, очень удобно, потому что вы о нем не думаете, потому что у вас раутинг соответствует структуре приложения, естественно. Вот, ну, поэтому, ну, почему-то вот в этих вот live framework'ах такого нету. Второе — это то, что мы обмениваемся с клиентом DTO'шками, ну, как бы, классами с данными, да, и не думаем об их трансляции в JSON, этим у нас занимается специальный компонент. Ну, как бы так, наверное, почти везде. Вот, и третье — это то, что мы вместе с программой делаем и документацию. Вот, вот это вот две, API operation и API parm, зачем они нужны, эти аннотации? Они нужны для генерации документации, потому что есть такой фреймворк, свагер, он, если вы с ним компилируете всю программу, то у вас вместе с программой в сервере получается встроенный просмотрчик документации, сейчас я покажу пример. Ну, вот пример нам просто образ сервиса, в который можно посмотреть, который рефлексием вам вытащит, типа данных, которые он смотрит, и что ему подавать на вход, вот, и можно даже вызвать запрос, вот это у вас попали, то есть такая встроенная документация. Это вот тоже такой, как это сказать, приемчик архитектурный, да, вот, который вот надо принимать и который вот очень мешает жизни. Вот, так что получается, что это прайс, хоть и, как это сказать, никто его не любит, да, вот, но там можно делать премиумное решение, и люди как-то изворачиваются и делают такое новое. Вот, ну и если уж мы уже поговорили о документациях, то вообще сейчас говорят REST, но REST, это на самом деле, он заточен на то, что мы делаем create, update, dilator, да, на простых ресурсах, вот, а получается мы любую задачу притягиваем к модификации ресурсов, но это же не так. На самом деле у нас, если есть скомпинация, там, я не знаю, положить деньги на счет, да, вот, то это не является, ну, модификация ресурсов, да, вот, это операция, которая имеет другую семантику, вот, и что с ним делать? Есть много, можно ли сделать, чтобы был у нас не какой-то VTS, а какой-то более-менее, как бы, API, такое, к которому привыкли традиционные программисты. Есть много подходов к этому, вот, ну, самый такой очевидный, да, и самый менее используемый, это использовать один язык. Ну, практически для любого распространенного языка есть какой-то метод компиляции подножества в JavaScript, вот, ну, например, скажем, на кладюре уже пишут промышленно. Kotlin — это язык JetBrains, который компилируется в JavaScript и в Java, и у них есть веб-фреймворк, в котором есть, скажем, DSL для HTML, для CSS и для всего остального. Вот, то есть есть куча решений, с одной стороны, с другой стороны, эти все решения имеют довольно узкий вид. То ли индустрия молодая, но я думаю, что тут дело в том же законе конвей, да, вот, если у вас маленькая группа, когда люди работают над клиентом, на сервом для многих продуктов, да, то это хорошо, когда у вас один язык. Но если у вас большая группа, то у back-end и front-end все-таки разные потребности, и back-end и front-end могут быть в разных отделах, да, вот, и, ну, поэтому язык, так сказать, диверсирует, так, и одного как идеального языка нету. С одной стороны, с другой стороны, когда у нас что-то маленькое, что-то конкретное, да, вот, то можно смотреть в сторону кладчура, можно смотреть в сторону, ну, для datamining.r, можно смотреть там в сторону. Java. Второе, как бы, что можно сделать, есть специальная интерфейс definition language, IDL. Работает ли что-нибудь с IDL? Это принцип такой, мы там описываем только структуру данных и интерфейсы. Ну, самый распространенный это срифт. И потом мы напускаем компиляторы IDL на наши интерфейсы, и они нам вот эту структуру, да, вот, напишут там на Java, на Scala, на PHP, вот, с одной стороны, да, вот, и этот сервис, да, с другой стороны, напишут стабы, которые позволят вызывать, там, скажем, get profile info по определенному endpointу, ну, из JavaScript, или там из, так как это было бы локально. Ну, правда, правда, синхронно, да. Вот. И есть система, которая построена так. Есть ядро, которое предоставляет API на срифте, и мы можем обращаться к этому API из JavaScript. Тоже такой способ разделения, который, ну, как бы, интересен и многообещающий. С одной стороны, с другой стороны, это больше ходит для совсем больших организаций, потому что, там, как бы, вот, и третье, вот, как раз IDL определение представляет собой готовую документацию. Поэтому, если вы начали с IDL, то у вас, как бы, уже с документированием все хорошо. Ну, третье, давайте можем сделаем REST каким-то более человеческим, да, более похожим на API. И, в то время, получился такой прием, как REST без пута. Что это такое? Вот у нас есть ресурсы, да. PUT — это апдейт ресурса. Но апдейт… Нет, вместо этого мы создаем такое все ресурс-ивент, событие, да, и делаем пост… Ну, и делаем create-event, это создаем событие, которым дефицирует ресурс. Это такой архитектурный паттерн, и получается, что то момент, который мы бы обычно писали бы в API, например, положить денег на баланс, для этого мы создаем ивенты. Вот. Эти ивенты можно хранить. Вот. Если мы их храним, то их нужно проиграть. Вот. И такой подход называется «есть event sourcing». И это все очень хорошо коррелирует с паттерном, ну, с CQS — это command queue responsibility segregation. То есть, когда у нас есть модификация состояния по такому ивенту, и есть чтение собственное состояние, и они делают с разными вещами, и там чтение может отставать, например, да, вот. Это вот тоже такой тренд, который, ну, появился недавно, вот. И, ну, в принципе, системы как бы «ресвизаутпут» «соутворкс» уже называет эту технологию «заметной», да, то есть «адопт». Вот. Ну, и если бы мы начали думать про разные архитектурные паттерны, да, то давайте еще посмотрим на Sparkle. Тут чем он интересен? Тем, что он работает, наоборот, инверсированно по отношению к большинству фреймворков. Мы обычно привыкли к тому, что клиент запрашивает сервер, да, а сервер им как-то отвечает. Вот. А здесь именно сервер посылает клиенту поток данных. А клиент, что он может сделать? Он может подписаться на данные. И после того, как он подписался на данные, он получает поток, ну, по какому-то имени, да, он получает поток данных с этого endpoint. Ну, и может спросить сервер там, перевозовать ему или смешать с другими данными. Вот. И если вы работаете так, что вам нужно показать на дашборде что-то в реал-тайме, вот, то вот такой подход тоже может будет оказаться интересным. Это Sparkle. Ну, понятно, что все орели на презентации будут в меню на презентации, поэтому вот интересно. Фу, хорошо. Мы видели о том, что в шине мы показывали о том, что у нас есть, был контур активности, который охватывает клиента сервер. В реальном мире ситуация немножко проще. Очень много встречается ситуация, когда у нас есть реактивность на клиенте, а к серверу мы обращаемся как бы традиционно, по ресту. Ну, тут есть, я сейчас, наверное, не буду вдаваться в детали в подробности реализации, но мы сказали о том, что реактив в библиотеке, в которой есть клиент-онали, их довольно много, и если мы хотим, ну, посмотреть, то главная их, как сказать, характеристика, да, это привязка к состоянию и отвязка как бы от ручной работки событий. Вот, ну, скажем, в реакте мы просто меняем модель, автоматически меняется представление, да, в анкуляр у нас там двухсторонняя связь. Вот, ну, а RFP, это рактивный программ, и если вы хотите с RFP, то посмотрите в сторону ELM. Вот, это, ну, вот, к примеру, есть такой ОМ, это фреймворк, написанный на кладжуре, в котором все состояние клиента представляется одним большим деревом, ну, как бы кладжуровской структуры данных. А компоненты, что они имеют? Они знают путь к своему состоянию, да, и они могут им модифицировать, все. Вот, и поэтому у нас практически все сообщение, ну, когда компонент изменяется, он меняет состояние, реакт-жист отрисовывает все наоборот. Вот, и никаких сложных интеракций с тивенцами у нас вообще нет. Вот, ну, и, как бы, это тоже интересно. Вот, с клиентами мы так более-менее посмотрели, а есть, говорят, к реке нас на сайвере. Что это такое? Как ни странно, но, когда говорят о реке нас на сайвере, это совсем дорогое, чем клиент, как бы, говорят, реке нас вообще в таком смысле. Вот, просто такой почему-то пазбок. Вот тут уже Слава говорил о том, что последние там несколько лет главная вещь, главный фронт борьбы на сайвере – это борьба с проблемой С-10К, когда у нас пришли там 10 тысяч клиентов, да, и надо их одновременно обработать. Вот, и чечево-инструктивность. Вот. Ну, просто потому что такие вещи, просто потому что event-driving программы лучше масштабируются. Вот есть активы манифеста. Тут, как бы, это буквально манифест, который был сделан авторами Type-Safe, Monro и еще там нескранизацией, которые говорят, что давайте, мы будем делать вместе единую активную среду. Вот. Где там база данных, все было бы реактивно. Ну, что это такое? Давайте мы посмотрим опять же на какой-то псевдокод, ну, вот, например, который не реактивный. Ну, вот, например, скажем, кусочек, как мы могли бы написать, например, выборку там данных из база данных, да. Вот эта штука здесь регулирует SQL. Ну, вот. Мы этот SQL послаем на север, превращаем в JSON и возвращаем клиенту. Это, ну, фаргмент, как бы мы могли бы написать. Что здесь плохо? Допустим, у нас пришло 10 тысяч клиентов. Где мы будем висеть? Мы будем висеть здесь, потому что у нас каждый поток будет лезть в базу данных, ждать ответа от базы данных, потом отдавать, да. Вот. А следующий поток не сможет занять этот поток, поэтому мы просто переполним входный бюджет потоков и будет устоять. Поэтому в Play реально пишется вот так. Что мы видим? Мы здесь… List users была функцией, сейчас это action, в которой придется функция, то есть это callback, да, в которой мы делаем все эти же данные, да. Вот. Теперь куда у нас… Допустим, у нас пришло опять 10 тысяч пользователей. Что произойдет? Теперь у нас, как бы, проблема, да, начнется здесь. В неактивном подходе к базе данных, да, когда мы будем ждать базы данных. Хорошо. Значит, у нас есть реактивный драйвер к базе данных, под SQL. Как бы мы это написали? Пусть у нас есть реактивный драйвер к базе данных, да, и тогда мы бы отдали здесь callback, так, который бы работал бы в условиях, так, вызвал бы драйвер к базе данных, так, и отдал бы в фьючере callback на преобразование в JSON, который мы бы уже отдали назад. Вот. Теперь у нас все хорошо, все активно, но… и проблема перегрузка – это проблема с эвро. Но проблема в том, что мы… у нас был просто такой код, а мы получили два колбака вложенных. Ну, вот. То есть, усложнение на ровном месте. И это именно почему в время функциональное программирование стало, как бы, очень, ну, востребованным и красивым. И вторая проблема – это оно, что у нас нет инфраструктуры. У нас все, что было там раньше, GGBC, например, да, вот скажем, GGBC вообще нет асинхронных вычислений, да, асинхронных вызовов. В библиотеках, в стандартных библиотеках СОП хочет, нет, но выделил. Каково с транзакциями асинхронных вообще никто не знает. И, соответственно, вот сейчас придется такая большая перестройка, да, когда, ну, как это, все переделывается вот на другие вещи, вот, на другие принципы, и действительно находится какое-то смещение. Вот. Что еще, как бы, перспективно, да, вот это то, что можно выбрать просто другие модели. У нас есть модель вычислений, когда, ну, процедур, ну, стандартная, да, мы можем выбрать с этого проблему передачи сообщений, как в Орланге или в Акке. Ну, тут как раз вот тоже очень хорошо, что Слава немножко по ней рассказывал, когда мы вместо того, чтобы вызвать процедуру и ждать ответа, мы просто послаем сообщение, забываем о нем. Вот так построен язык Орланге, и эмуляс такого подхода есть в Акке, да, вот. Можем использоваться асинхронными каналами, это язык Go, и в Клужуре есть Клужура CoraSync, которая, ну, эмулирует достаточно хорошо эти же каналы среди GVM. Вот. Либо есть, в последнее время появились много активов Extensions, то есть биотетик работает с потоками, которые представляют поток как одно целое, и можно именно поток событий отдать куда-то, смерджить или обработать. Вот. Ну, наверное, что у нас? Наверное, да, наверное, это как бы все, что я хотел именно рассказать. Мы не знаем, есть ли это каноническая идеальная инструктура, ее нету. Вот. Сейчас все быстро меняется. Вот. Но как бы неидеальные решения, они очень интересные. Вот. И сейчас вот цикл придумывания чего-то, репридумывания и отката, он как бы повторяется. Вот. И я думаю, что мы как бы скоро увидим что-то новое и что-то интересное. Все. Собственно, спасибо за внимание. Вот. Теперь время для вопросов. А какой вы используете фрэмворк или какой подход и почему? Ну, я работаю сейчас head of R&D в GoServe и у нас есть как бы три кусочка, да? Первый кусочек у нас есть дофпорт, ну, нечто вроде админки, где у нас такое стандартное значит вот REST API на Java и на Angular админка. Так? Вот. У нас есть еще кусочек аналитики. У нас аналитика на скале. Вот. и ну, там как бы и обработки данных типа Storm и обработка данных. Вот. Она написана на скале и она интерьерируется, ну, пока что-то база данных. Вот. Есть у нас еще поток, который работает, ну, кусочек, который работает с мобильным клиентом, так? Там, ну, как бы третья штука у нас там сейчас API, тоже похожий на сейчас Java API, который работает с мобильными приложениями, но абсолютно как бы по-своему. Поэтому у нас получается, что у нас используют три разных, ну, как бы, три разных вещи, да, в трех разных штуках, да, вот. И такого единого десеронизации как бы артитутного стиля вот. Как бы нет. У нас вместо этого есть три слабоинтериорные системы. Ну, в общем смысле говорится, что реакция хотя хорошо, реакция хотя круто, но, наверное, реакция не везде подходит. Где конкретно она может не подходит? Ну, конкретно у нас получается проблема, когда мы связываем реактивность с транзакционностью. есть такое, знаете, насчет структур данных, то есть я сейчас думаю, где бы написать, не вижу, ладно, я попытаюсь рассказать на пальцах. То есть дело не подходит, это когда нам нужна транзакционность и когда у нас нет структур, нет они могут нам ее гарантировать. То есть вся моя речь. Что такое транзакция? Это когда мы получили какую-то, как это, когда мы договорились о том, что есть две операции, которые либо делаются вместе, либо откатываются. если у нас и мы координируемся. Координация это дорого, это сложно, да, так сказать, координация это как раз и есть враг активности. Для того, чтобы не было координироваться, используют специальные структуры данных, которые характеризуются тем, что эти структуры данных могут аккумулировать себе согласованное аккумулировать разные изменения и такие, чтобы появление возникает. Но если у вас нужна координация, вот эти транзакции, когда вам нужна явная координация, то рактивный подход будет вести к тому, что вы будете программировать координацию и, естественно, это плохо, потому что камер принимать ее нельзя, там можно ошибиться и так далее. Вот, поэтому если у вас есть вещи, где требуется именно транзакционность, то лучше держать их такой, то лучше держать транзакционный модуль, в котором это будет работать. Это одна. И вторая, опять же, реактивный подход, его на самом деле программировать немножко сложнее, да, поэтому может быть в самых простых вещах вот, легче написать. hello world без вложенных колбаков. Я так понял, что для отличия не имеет смысла, если бы неюзер и вновь новой SQL-данной базы данных, правильно ли я? Ну, SQL-базы данных могут быть старыми, драйвера должны быть новыми. драйвер. кстати, да, реактив Монго это драйвер или… Драйвер. То есть, со стороны Монго никаких изменений не нужно? Нет, не нужно. Да, да, да. Но сейчас есть драйвер для подсграция, для OQLO, то есть, более-менее. А вот еще вопрос про патча-срифт. Посмотрели, он может ли вот именно с веб-браузера то есть, с JavaScript там Node.js имеется в виду, то есть, взаимодействие с сервисом или можно прямо с браузера с сервиса, например, там, это где? Apache-срифт. Ну, можно, то есть, ну как, то есть, понятно, что у нас есть веб-сервер, да, и в Apache-срифт мы подключаем модуль с генерированной Apache-срифт к веб-серверу и пишем хандер запросов, ну, стандарт хандер запросов. То есть, но как бы для парамисса это выглядит так, что мы подключаем модуль к веб-серверу и просто вызываем Java-методы отовсюду. Из браузера можно. И если как бы ну интересно, то вот скажем Evernote, она пошла по такому пути, она просто все свое публичное IP делает на срифте и можно писать там плагины к ним. Именно из-за этого Evernote такая довольно богатая институра клиентов.